У меня вот, когда начинает канал лететь, у меня дочь спит в этой комнате, 12 лет ей. Она спать там не может, ее сразу тошнит. Траншея, залитая водой рядом с домом по Чердонской, 16, здесь уже около месяца. Отвратительный запах, по словам жителей, не позволяет даже открыть форточку. Кроме того, яма соседствует с детской площадкой. Вода бежала около двух недель, потом ее дважды пытались раскапывать, закапывать. В итоге сейчас раскопали, оградили, и все. И тишина. Но яма осталась. А поскольку там гуляют иногда и дети, и собаки, в общем, угроза такая есть, что кто-нибудь туда провалится, в эту яму. В управляющей компании говорят, что утечка произошла на городских сетях. Однако Новогор этот участок, а это ни много ни мало 5 километров водопровода и 5 канализаций, не принадлежит. Точную причину порыва не знают ни сами жители, ни управляющая компания. Пока коммунальщики разбираются, чья система дала течь, потоп становится все больше, а главное, все ближе к детской площадке. Подобные аварии здесь случаются едва ли не ежемесячно, говорят местные жители. Перекопан практически весь микрорайон. И продолжается это безобразие уже лет 5, рассказывает Виталий. Там, где нет хозяина, никогда не будет толку. А кому нужно такое хозяйство само? Убитое, гнилое, сжавое. В районной администрации о проблеме бесхозного хозяйства знают и пытаются решать. Но передать сети на баланс какой-либо коммунальной организации не получается. Дело в том, что сети действительно в очень плохом состоянии, поэтому, видимо, их никто не берет. И на сегодняшний день там ремонт был сделан, но сети холодного водоснабжения их прорвало заново. Очередной ремонт намечен на 30 сентября. Дальнейшая судьба ничейного участка по-прежнему остается неизвестной. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.